Всем привет! Вы слушаете подкасты на канале SEO Quick. Эту серию подкастов я решил записать с Михаилом Шакиным. Действительно, гуру SEO. Михаил, привет! Привет, Николай! Привет всем из Сибири! И, ребята, сегодня наш подкаст будет выходить, возможно, даже в трех форматах. Это видео будет залито на Facebook, будет присутствовать в IGTV, и, конечно же, аудиоверсию вы всегда сможете послушать непосредственно на нашем канале. Контент будет более приспособлен для аудио, потому что здесь мы не будем больше показывать, а будем говорить. Но сегодня тема действительно очень классная, как вы поняли по названию. Это главный чек-лист на SEO 2021 года. И сегодня мы обсудим статью Джошуа Хардвика, которая опубликована на блоге Ахревса. Да, тулы, которым мы активно пользуемся. И Михаил, наверное, Ахревсом пользуется еще чаще, потому что действительно тул просто безумно полезный. Мы чередуем по популярности обатула, то есть наш русский, точнее, украинский серпстат и, конечно же, Ахревс мы чередуем по работе, но каждый предназначен для своих задач. Но блог Ахревса однозначно требует внимания любого SEO-шника. Поэтому сегодня тема действительно это то, что нужно собрать некий такой универсальный список задач, с которыми вам нужно будет строить свое SEO. Будь вы in-house, фрилансер, работник студии, неважно, весь вообще сам спектр понимания процесса SEO кроется именно в этих пунктах, которые мы сегодня разберем. Мы, условно говоря, будем проходить по каждому пункту, говорить, условно говоря, мысли, но на самых вкусных мы остановимся. Почему вкусных? Потому что некоторые пункты действительно выбиваются из общей черты. Михаил, давай вот мы вместе будем листать, смотреть. Для тех, кто все-таки будет смотреть видео-версию, я сделаю, чтобы им было не скучно, даже выведу на экран эту статью. И мы будем как раз по пунктикам потихонечку проходиться. На самом деле, чек-лист, условно говоря, поделен на несколько этапов. Есть вещи, которые делаются единоразово, есть вещи, которые делаются с определенной периодичностью, и есть вещи, которые делаются всегда, когда вы, допустим, создаете новую страницу. Собственно, они так и пытались выделить общую механику, с которой вам надо будет ознакомиться. Вот. Ну и, конечно же, первый пункт чек-листа посвящен поисковой консолям. Собственно, и здесь самый интересный пункт, вот я их перечислю, это поставить вебмастер Google, Bing Webmaster, конечно же, для русских, Яндекс.Вебмастер, которого в чек-листе, кстати, нет. Вот. И еще, конечно, Ahrefs, конечно, сам себя не похвалит, никто не похвалит. Есть Ahrefs Webmaster Tools, да, есть такой тул, который отслеживает все свои ссылочки, можно увидеть все сайты. Ребята, тул можно потестить, реально попробуйте, подстановите, посмотрите, отпишите фидбэк. Вот. Ну, Google Аналитика, конечно же, но здесь не учтены Google Tag Manager, всевозможные другие трюки. Ну, то есть чек-лист такой некий базовый, без каких-то хардкора, да, то есть он совсем базовый. Но, да, есть вещи, которые тоже можно, ну, как бы нужно сделать, как must-have галочки. Ну, и, конечно же, от Михаила я хотел бы задать вопрос. Вот SEO-плагины. Вот, собственно, мы с тобой даже проходились по этой теме, у нас был целый вебинар посвященный. Yoast или Rank Math, или SEO-фреймберг, про который вообще впервые слышал? Я сторонник Yoast SEO, ну, еще All-in-One SEO-пэк, они не упомянули четвертый. Да, вот этот я знаю, я с ним работал. All-in-One SEO-пэк тоже нормальный. У них, кстати, есть, если не ошибаюсь, возможность импорта из других SEO-плагинов. У каждого почти SEO-плагина. Они понимают, что человек, когда на тысячи или сотни страниц оптимизировал метатеги, там все данные внес в один плагин, ему уже сложно будет переходить на другой, заново заполняя всю эту информацию. В этом нет смысла, это такой мартышкин труд ненужный. Поэтому сделали импорт, и это очень удобно. То есть, если будете ставить SEO-плагин, а у вас уже какой-то другой стоит, но он вам по какой-то причине не нравится, то обязательно посмотрите, есть ли возможность легкого импорта. Вот. Кстати, да, это всегда интересно было, потому что когда работаю, ты делаешь, 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 меняешь плагин, вся работа насмаркует, и ты понимаешь, что все полетело, и все надо восстанавливать. И ты надеешься только на слепок какого-то сайта у тебя в бэкапе, чтобы вытащить оттуда данные скриминговые и попытаться закинуть в новые плагины. Да, ну, помнишь, относительно недавно, Николай, была такая проблема в Yoast SEO, когда из-за какой-то там сбоя настройки огромное количество страниц лишних в индексе у многих блогов на WordPress появилось. Например, attachment какой-то в статье у вас там несколько картинок. Да, да, да. И отдельно под каждую картинку они сделали, вывели в индекс Google вот кучу мусора вот эту. То есть каждая картинка отдельная страница была. Страница? Еще отдельная картинка в индекс залетела. То есть сама картинка в IoT находится, еще отдельная страница под картинку. У меня так все Excel файлы, которые были подгружены, создали страницу. У меня был такой баг. Вот. Конечно, мы быстро их закрыли в индексе, потом просто поудаляли со временем. Но мы как-то быстро их поймали, потому что увидели количество страниц резко взлетело в скриву в этом, в все же консоли. И сразу такие, опа, ясно, ерунда полетела. Сначала думали, что это наш контент-менеджер напортачил, но оказалось, где-то не его вина. Да. То есть надо вот доверяй, но проверяй. Вот все SEO-плагины, они хороши, отличные. По функционалу вот Eost, RankMess и All-in-One SEO-Pack, на мой взгляд, они примерно одинаковы. То есть это как, вот знаете, автомобили современные разных марок. Ну вот в одном ценовом диапазоне там Toyota, Kia там какая-нибудь еще, там немецкая, Volkswagen. То они примерно одинаковы по своим возможностям. Просто попробуйте разные и выбирайте тот плагин, который вам больше нравится. Плагины на самом деле действительно выполняют большую часть задачи. Они умеют там определить вам title по длине, description по длине. Это очень удобно. То есть действительно позволяет там. Можно вставить переменную, допустим, которая будет под страницу сразу делать для шаблона, например. По Eost, кстати, у меня есть большая статья. И даже я делал видео обзоры этого плагина, рассказывал про платную и бесплатную версию, что оно умеет. Ну то есть как бы был плагин, я взял силу, написал хороший материал. Можете ознакомиться на нашем сайте. Следующий пунктик, который я бы хотел затронуть, это создание карт сайта. И здесь маленький нюанс. Я рекомендую на этом пункте остановиться тем, кто все-таки продвигает сайты в России. Потому что для Яндекса ограничения для карт сайта чуть-чуть жестче. Поэтому у Гугла более лояльная к картам сайта рекомендация. У Яндекса с этим планом чуть-чуть жестче. Там ограничения в размерах. Поэтому идите в справку Яндекса и читайте его ограничения. И помните, что если вы сделаете карту для Яндекса, Гугл ее скушает. Она ему понравится по-любому. Потому что Яндекс более жесткие требования. Собственно, это также и касается составных карт сайта, когда у вас сотни тысяч страниц. Например, у нас на SeoQuick просто карта сайта внутри имеет целую лесенку карт сайта, которая генерируется плагином. И все они прекрасно индексируются без каких-либо проблем. По поводу роботса. Помните, что в роботсе есть определенные нюансы по закрытию тех или иных страниц. Хотите написать хороший робот, зайдите конкурентов, изучите, что они закрыли. И составьте свой хороший робот. На самом деле нет ничего сложного. Ну, конкурентов свои CMS, само собой. Помните, об этом тоже важно. Потому что самописные сайты имеют свою логику. Но в целом, если разобрать логику сайта, можно несложно, если изучить его робот. На самом деле на создание роботса не требуется каких-либо тяжелых знаний. Нужно понимать, какие страницы точно не должны быть в Индексе. Силошник вам скажет, что должно быть в Индексе. Все, что не попадает в этот список и генерируется в Индексе, быть не должно. Вот, собственно, вот здесь диалог такой. То есть объясните программисту все ссылки, которые вы хотите, чтобы индексировались. Да, программист все остальное закроет, потому что оно не нужно. Вот. Для этого, собственно, и создается карта будущего вашего сайта, по которой будет гулять пользователь и поисковый робот. Вот, собственно. Таким образом, и можно избежать вот этих вот создаваемых страниц, вот эти аттачменты и все тому подобное. Программист выкачает весь, все виды страниц, сеошник отберет нужное, все остальное закроется. Вот. И будет найдена вот эта логика, он не залог нужных видов папок. Правда, иногда забывают, закрывают там для робота, закрывают, если не ошибаюсь, CSS и JavaScript, и потом в итоге мобильная версия не грузится. Я тоже с таким сталкивался, есть такой нюанс. Я хочу дополнить по роботам TXT, Николай. Частая ошибка, это делают до сих пор задержку для поисковых роботов, вообще для всех роботов, crawl delay, например, там 5 секунд. Это уже не нужно лет как 10 точно, потому что истоки этой вообще директивы идут с тех времен, где-то в году в пятом, в восьмом, в девятом. Иногда поисковые роботы при посещении вашего сайта создавали лишнюю нагрузку на хостинг, и сервера там медленно работали, ложились, там перегруз был. Но я не встречал таких проблем уже лет 5 точно, не слышал вообще, даже специально у коллег спрашивал, у многих. И ничего, кроме проблем с полнотой индексации страниц вашего сайта, это не даст. То есть убирайте любую задержку для поисковых роботов, потому что, например, поисковому роботу, образно говоря, есть выделенный определенный диапазон времени, он не может целыми днями сканировать ваш сайт. У него, например, на сканировании вашего сайта, например, 5 минут есть. И за эти 5 минут он может просканировать 100% страниц вашего сайта. Но если вы поставите задержку для поисковых роботов хотя бы в несколько секунд или даже в одну секунду, то до значительной части ваших страниц робот не доберется ни в это посещение, ни в несколько следующих. И в итоге, если он не достучался до страницы 1, 2, 3, 5 раз, конечно, он эту страницу перестает нормально ранжировать. Он считает, что какая-то проблема, я не добрался, значит, до страницы, это какое-то как болото завяз там он на вашем сайте, и она начинает падать в позициях. Может быть, прекрасная страница, ссылочки там все ведут. Но если в логах посмотреть не добирается поисковый робот при индексации вашего сайта, то ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому кролл-дилей однозначно убирайте. Кстати, да. И, кстати, Яндекс с 2018 года у них есть на блоге информация, что они перестали учитывать эту директиву вообще. То есть какую бы вы задержку для робота Яндекса не сделали, им вообще без разницы. Они будут сканировать так, как считают нужным. Потому что действительно они наверняка это сделали потому, что у многих сайтов начинаются проблемы, им пишут, напрягает там сотрудников техподдержки. А проблема на самом деле вот в этой глупой ненужной директиве сейчас. Кстати, по поводу Яндекса, напоминаю, что в принципе кролл-дилей в роботсе не нужно прописывать. Вы можете скорость обхода Яндекса настроить в самом вебмастере. Там стоит по умолчанию на усмотрение Яндекса. Но если вам уж слишком не повезло с хостингом, вы можете там ручками в вебмастере эту функцию настроить. Но уже в самом вебмастере робот для этого тревожить не нужно. Ну и, собственно, техническое SEO. Наша любимая тема, потому что по этой теме мы даже записывали несколько роликов. По техническому SEO было много вебинаров, у меня было много отдельных видео. Первый пункт, собственно, о котором говорится, это составьте действительно структуру сайта. И по поводу структур сайта я даже хотел сказать. Вот ко мне пришел на продвижение сайт. Вот сейчас с ним веду переговоры. И первое, что я наткнулся, он был лендингом. То есть просто лендингом. И я вот хочу показать просто, что в итоге. Да, я в итоге вот взял, изучил конкурентов и вот предложил структуру. То есть я предложил ему сделать там... Он занимается визами в Британию. Я ему предложил сделать всевозможные виды виз, которые существуют. Собрать всю информацию страничек о нас, какие существуют. То есть какие вот можно сделать, да, вот там по типам распределить, то есть по конкурентам. Раздел консультаций, например, я тоже решил ему предложить расписать, какие виды консультаций может он оказывать. Допустим, сделать в виде отдельных страниц, допустим, даже на подраздел консультаций. Вот там отдельный блок так называемой помощи, да. То есть и, собственно, сложить эту всю информацию вместе. Блог, ну и тарифы, соответственно. То есть из лендинга я сделал полноценный сайт человеку и предложил ему, собственно, переработать свой ресурс. Собственно, почему? Потому что под каждую страничку можно создать действительно правильно. Ну, страничку заточена под интент. И поэтому вот этот пункт планирования сайта, я считаю, один из самых важных. Потому что здесь именно определяется, как ваш сайт будет ранжироваться на фоне других. То есть если на этом пункте вы провалитесь, то дальше ранжировать ваш плохо продуманный по структуре сайт будет гораздо сложнее. Мы с этим тоже сталкивались сами между собой, когда у нас был наш старый сайт. Михаил, у тебя вот по этому пунктику... Да, на мой взгляд, структура сайта, если вы начинаете новый проект или вообще начинаете продвижение какого-либо проекта, у которого проблемы и явно со структурой непорядок. Конечно, надо структуру делать. Я бы сказал, это как чертеж в технике. Например, вы создаете там какой-то механизм, и все грамотные специалисты всегда делают чертежи. И чертеж, черчение изучают во всех вузах технических. Ну, то есть это must have. И в SEO это тоже обязательно. Любые программы подойдут. Просто наберите интеллект-карты, софт или программа, или сервис. Вот Николай показывал Mind Manager. Я делаю в X-Mind. Также, как разновидность вот этих интеллект-карт, я пришел к выводу, что можно любую интеллект-карту представить в виде такого вложенного списка. То есть список, и разные там у него подпунктики идут. То есть вот для простоты, я сам для того, чтобы быстро записывать какие-то мысли, идеи, для докладов, для статей и так далее, я вместо вот этих интеллект-карт с ними довольно непросто на мобильнике работать, потому что, ну, там не так удобно, а быстрее намного создавать просто пунктики. И workflow.com хороший сервис, или просто лист сервис там наберите какой-нибудь в Google. И их много, этих сервисов бесплатные. Все это удобно делать. То есть обязательно структуру надо заранее делать, и это вам облегчит, во-первых, оптимизацию и продвижение сайта в дальнейшем, и избавит от каких-то проблем. Когда вы, например, делаете страницы со вложенностью в адресах страниц в одной категории, а вам надо потом ее переносить в другую. У вас будет там ненужный 301-й редирект каждый раз. И поэтому обязательно постарайтесь структуру внутренних страниц, вот адресов, сделать так, чтобы категории в них не было. То есть посмотрите, как, например, есть у... Как вот Брайан Дин на backlink.com делает. У него просто, например, какой-нибудь keyword research, там backlink.com slash keyword research. Он не относит и не использует никакие категории в адресах страниц. То есть это, конечно, не относится напрямую к структуре сайта, но, тем не менее, когда часто делают структуру, то по ошибке используют категории. То есть категории так же, как и даты какие-то, год, например, или, например, у вас 15 там советов по выбору товаров, а вы через пару лет хотите добавить еще пару советов, и у вас в URL будет 15. Ну, то есть это тоже ни в коем случае не надо использовать. Да, на самом деле, как оказалось, цифры в URL могут только навредить, если только вы не знаете, что с этими цифрами делать. Ну, то есть если это нет какой-то жесткой привязки к цифре. Допустим, у вас сайт, посвященный историческим событиям, то здесь как бы цифры могут сосуществовать в URL, потому что вряд ли контент будет там обновляться, условно говоря. Там история, там, не знаю, нападение, там, не знаю, там, там вот это в дюнкерке, да, вот оно, чтобы четкий год, четкая дата. Понятно, там может быть в URL эта дата даже забита. Вот, но во всех остальных случаях, если у вас вечно зеленый контент, то реально цифры вредят, поэтому лучше там избавляться от этого. И действительно, вот эксперт по вечно зеленому контенту, это действительно Брайан Дин. Можно много черпать идей, которые он внедрял на своем контенте, на своем сайте, действительно у него. Вот, собственно, тут дальше пунктик это идет. Сделайте так, чтобы ваш сайт индексировался. А, индексировался и проходился поисковым роботом. Crawlable – это типа сканирование. Indexable – это индексировался. Вот, и, собственно, эти два пункта, они связаны между собой. Ой, формально у вас может быть проблема то, что в роботе вы заблокировали кроулеру, чтобы он ходил по этим страницам. И вторая ошибка – это может быть то, что вы тегом noindex повесили на страничке, в которой все-таки робот каким-то чудом попал. Вот. И вот в этих отчетах вебмастере вы сможете всегда проследить, где у вас кроются проблемы с индексацией. Но есть одно но. Я вот хотел по этим двум пунктам добавить. Михаил тоже добавит парочку раз по поводу индексирования. Скажу первое. В Яндекс вебмастере тоже нужно следить за индексацией, потому что это разные процессы, разные роботы, и у них разные методы иногда оценивания, полезна эта страница или нет. Яндекс, у него, мне подозрение, что интеллект чуть похуже, он более подчиняется четким директивам. И там именно, вот, как в той задаче про программиста, знаешь, Михаил, это задача про программиста? Какая именно? Там, иди купи филе, если будут яйца, возьми десяток. И он, короче, пошел в магазин и вернулся с десятью филе. Вот. Потому что нашел яйца, да. То есть причина заключается в том, что, ну, чем надо четко ставить Яндексу задачи, в этом плане он более, как говорится, менее искусственно-интеллектуальный. То есть Google же может по каким-то причинам вашу страничку проиндексировать либо выкинуть из индексации, потому что посчитает ее там по каким-то причинам некорректной. С Яндексом же ситуация проще, поэтому залетающие дубли в Яндексе – это самая частая проблема. Вот. Поэтому по поводу пункта индексации, Михаил, у меня к тебе вот твое мнение по этому пункту, насколько он важный. Да, важно. И частая проблема, которая до сих пор встречается время от времени, когда разработчики, например, когда сайт только запускают, делают закрытие сайта от индексации в файле robots.txt, ну, или другими способами, и затем забывают об этом, чтобы это убрать, и сайт уже запустился для широкой публики. То есть поисковый робот приходит и не индексирует. Я несколько раз вот за последнее время такие сайты встречал. Вот жалобы такие у людей, что сайту уже там 2-3 месяца, но посещаемости никакой нет, и вот почему так? А там заходишь в robots.txt, и там все закрыто. Да, кстати, такое и бывает, а еще хуже бывает, когда забывают вообще закрыть. Весь сайт улетает в индекс со всем мусором, лором, ипсумом и тому подобной ерундой, которая еще вот есть. На момент создания сайта, ребята, на самом деле, если вы хотите ничего не сломать, создайте на поддомине сайт и закройте поддомин вообще от всего. Вот просто от всего. То есть ничего с ним не делайте. А потом уже в нем сделайте все ваши карты сайта. Все равно все ссылки будут не абсолютными, а относительными. Вы же будете правильно делать с относительными ссылками весь контент. И потом просто перекинувая с поддомина на основной сайт, у вас фактически не потребуется никаких телодвижений. Просто перекинувая в нужную папку. Ну, то есть программист легко это сделает, этот перенос. Но с поддомином вы сможете сделать все манипуляции. И еще, кстати, хороший вариант для разработчиков, когда они разрабатывают сайты, сделать так, чтобы доступ к сайту был по логину, паролю. Это однозначно не пустит никакой поисковый робот, ни при каких обстоятельствах. Даже внешняя ссылка ничего не поможет сделать. Просто закрывается сайт по логину, паролю. Поверьте мне, просканировать сайт скриминг-прогом, закрытый по логину, паролю, можно, потому что этот сервис позволяет это сделать. Да, кстати, многие об этом не знают, но да, закрытый сайт полностью от индексации можно скримингом проверить на ошибки полностью, без всяких заморочек. Проверить контент, тайтл, дескрипшн, битые ссылки. Все это можно увидеть там. Но на самом деле до сих пор про это никто не знает. Ну, по крайней мере, я вот общался с проггерами, они мне, когда говорят, мы создаем сайт, хотим вылилить его полностью, да, говорят, он уже идет в индекс со всем барахлом. Мы его закроем от индексации. Да любая внешняя ссылка где-то опубликована непонятно где, на публичном доступе, и он уже, робот по нему погуляет. Да, я только хотел сказать про логин и пароль, очень классный способ это. Да, для разработчиков просто закрывайте доступ. И больная тема HTTPS. HTTPS на самом деле все говорят, что это классно и круто, но на самом деле сертификаты бывают разные, бесплатные и платные. Я знаю, что одни работают худо-бедно, другие действительно не закрывают сайт полноценно от уязвимости. Здесь я бы, конечно, бы с каким-то даже экспертом по безопасности сайта, который реально занимается взломами, поговорил, потому что, ну, вот как действительно HTTPS влияет на аутентичность сайта, защищает от воровства оплат, данных, вот такие вот вещи, да, не дает перехвата данных. Как всего лишь этот сертификат это реализует, у меня на самом деле миллион вопросов, как принцип его работы. Но мы знаем другие ошибки, как SEOшники, которые с этим сталкиваются. Самая глупая ошибка – это когда сайт был на HTTP, перевели на HTTPS, а картинки остались на HTTP. Это самая глупая ошибка, которая есть. Если даже редирект толком не был настроен, то получается все картинки становятся битыми сразу, мгновенно. Вот, то есть если забыли еще редирект прописать, то картинки просто битыми становятся. Да, и картинка, отдающая 301-й ответ, тоже прекрасно работает, получается, работает ужасно. Второй вариант, когда сайт существует на двух версиях, HTTP и HTTPS версия, да, и получается у нас ссылки одного, картинки одного сайта находятся на странице другого сайта. Получается вообще чепуха, которую называют миксед контентом. Вот. И третья ошибка – это, собственно, с HTTPS, которое чаще всего бывает, это когда человек забывает его вовремя продлить. Я такое вижу. Ты, наверное, в билдинге сталкивался, да, когда ищешься площадку, сталкиваешься, смотришь, а сертификат битый. Ребята, на самом деле есть шикарное изобретение Google календарь с напоминаниями по e-mail. Даже если там вы забыли, когда вы что-то оплачиваете на какой-то тайме, допустим, хостинг, домен, HTTPS, просто сразу себе в календаре делаете события с напоминанием за неделю, за две недели. Просто вот приучите себя этому. И тогда, по крайней мере, вы не проморгаете этот момент, когда у вас сайт резко упадет, да, потому что вы забыли продлить сертификат или там домен забыли продлить, да, и позиции потом упадут и нескоро восстановятся. Кстати, такое бывало, и у нас были случаи, когда Глент говорит, ой, мы взлетели в органике. Что произошло? Взлетели на одну позицию, и у них органика резко взлетела, а конкурент выпал, потому что сертификат забыл продлить. Было весь. Вот, это вот по этому пункту, вот, собственно, я хотел сказать. И пункт, по которому я бы хотел поговорить с тобой, это зеркала. Насколько часто вот за рубежом ситуация обстоит вот с зеркалами, правильно они настроены. Ты вот натыкался на это или нет? Да, я когда, например, делаю парсинг сайтов в какой-либо тематике, я даже тебе показывал, помнишь, когда по Апарсеру мы вебинар был, как парсить все в интернете. И там я показывал примеры доменов, которые представляют у себя не доменное имя, а IP. Да, IP-шники. И причем на них страницы со слэшами, как на обычных сайтах. Я думаю, как раз и вот из-за таких проблем как раз такое и происходит, что вместо домена получается IP-шник. Когда вообще получается, забывает, склеит. DNS получается, да, если у вас не настроено. Ну да, я думаю, проблема одна из проблем в этом. По поводу зеркал, кстати, был недавно вебинар на канале. Советую сходить посмотреть. Там как раз рассказывался про инструмент, который проверяет зеркала. Рекомендуем обратить внимание. Дальше идут пункты, про которые на самом деле, наверное, сломали все копии. У тебя на канале куча вебинаров по поводу скорости. Да, что ваш сайт грузится быстро. Напоминаю, быстро это не значит, что он по времени быстро, что у него скорость быстрая, он быстрее едет. Нет, это не влияет. Скорость интернета у всех примерно одинаковая. Ну, то есть, точнее, примерно разная. То есть, где-то на мобилке одна скорость, где-то на десктопе другая скорость. У кого-то там 100 мегабит, а у кого-то модем еще раздает древний. Проблема заключается в том, что ваш компьютер, ваш браузер должен то, что он получил, вес этой страницы, вовремя отрисовать. И вот скорость – это скорость отрисовки. Даже рендеринга, даже так правильнее сказать. Поэтому вот здесь многие не уделяют этому внимания. Так оно и есть. А по поводу мобайл-френдли, на самом деле, мы этот тул хоть и любим, но мы его не любим из-за его медленной скорости. Я не знаю, почему. И он еще проверяет только одну страницу, почему не создали тул, который проверяет мобайл-френдли всего сайта пакетом. Почему этого нет? Это вот на самом деле такое сильное упущение, потому что проверить весь сайт на мобайл-френдли, кроме как вебмастера, где нужно там смотреть, и то толком там, ты не понимаешь, какая страничка мобайл-френдли, какая не очень, там просто ошибки выписаны и все. Вот. Вот это вот не хватает, вот этого тула. По поводу сжатий изображений, есть какие-то у тебя предпочтения по плагинам или на самом деле у тебя нет каких-то привязок? Ну, я пользуюсь optipick.io сервисом. Их много. Знаю, что есть какой-то Shark Pixel или что-то такое. Угу. Ну, их много. То есть Optimize Pictures плагин набирайте и десятки получаете результатов. Там очень много их. Ну, обязательно знайте рекомендации. Сохраняйте оригиналы картинок. Да, да, да. Потому что эти плагины можно настроить так, что они будут удалять оригинал картинки и, например, вы будете недовольны качеством. Вот в optipick.io там по умолчанию было, ну, вернее, не по умолчанию, начальные настройки у меня были на 70% сжатия. И картинки пикселили, видно было, что они так пережаты. А на 80% они нормально выглядят так же, а весят намного меньше. То есть поиграйтесь с процентовкой сжатия, разные варианты посмотрите и обязательно сохраняйте себе и на компьютер оригиналы картинок, потому что это поможет хоть восстановить вам данные в случае чего. Я буквально вчера, у меня вчера был такой большой день с взвоном с клиентами, вот просто просматривал, иногда видел такие глупости, когда человек таблицу превращает в картинку и потом ее сжимает, и цифры смазываются просто. Да. И на самом деле он обратился, говорит, что страницы просели, и единственное, что я увидел именно в страницах, вот именно серьезный косяк, у него в этих статьях все изображения пикселизированы. Есть подозрение, что это стал фактором ранжирования пикселизированной картинки. Не знаю, может быть, это так и есть, потому что про то, что Google научится распознавать текст картинка, говорилось давно. То есть, что Google научится распознавать качество картинки, я уверен, что у него уже этот алгоритм давно. И я в последнее время редко вижу в топ-выдаче сайта с пикселизированными картинками. Вот это вот тоже такой маленький нюанс, с которым я столкнулся. Не знаю, Михаил, вот это вот такое мысльное исследование возможно. Там, кстати, по-моему, у тебя был даже вебинар про продвижение сайта с одной картинкой, я помню. Да, Дэми Мурыч проводил. Да, вот это вот интересная мысль, действительно, а если сайты в топе с пикселизированными картинками, встречаются ли они или нет. Вот такая вот мысль. Надо поговорить. И второй момент – это битые картиночки, битые изображения, господи, изображения, битые страницы. Изображения тоже, но страницы в частности. На самом деле битые страницы возникают по разным причинам. Я даже писал статью по этому поводу, и у меня есть ролик по этому поводу. И при переезде возникать могут битые страницы. И когда вы берете нового программиста, и он, типа, я все переделаю по новой, может наплодить кучу битых страниц. Это факт. Почему? Потому что на самом деле, как бы странно ни звучало, сайт – это карточный домик, в котором вы выстраиваете связи, правильно устанавливая вот эти карты. Вот, мягко говоря, знаете, как карточный домик строят. И стоит вам где-то что-то поменять, да, все начинает сыпаться внизу, если что-то поменяешь. И вот чем глубже ты проводишь изменения, не учитывая, что надо где-то что-то пофиксить, то битые странички могут возникать. На пустом месте битые странички возникают редко. Ну, то есть, на самом деле, если в сайт никто не лазит, он обычно живет и здравствует. И падает обеда часа времени, если ничего не менять. Вот. А вот по поводу, как часто нужно проверять сайт на битые страницы. В целом, если вы обновляете контент на нем, проверять нужно. Если вы знаете, что у вас были проблемы с сертификатом, проверять нужно. То есть, если были какие-то проблемы, прогнать себя лишний раз, сделать тех и поискать битые ссылки нужно. Кстати, спасибо за отличную программу, которую я увидел у тебя в обзоре. Это сайт-аналайзер, правильно он называется? Сайт-аналайзер. Просто топ-софт, на нем просто сверхудобно работать. Я мониторю все сайты, поэтому однозначно tool просто must-have у SEO-шника. Сайт-аналайзер, программа просто вот. Спасибо огромное за рекламку ее. Я ее, помню, давным-давно потестил, еще старую версию удалил, потому что было мусор. А сейчас она просто вот то, что нужно, то, что доктор прописал для такого отслеживания, что с сайтами происходит на сегодняшний день. Надо созвониться с клиентом. Обновил, посмотрел, все. Вот список задач. Ты уже понимаешь, что на каком этапе, где куда двигаться. Я бы сказал, это рунетовский скриминг-фрок, ну почти по функционалу. У него минус, что из него тезень нормально не построишь, но вот посмотреть, условно говоря, где ошибка, он позволяет. Вот это вот очень хорошая штука. То есть где ошибки, он позволяет увидеть, и уже дальше ты уже подключаешь скриминг, подключаешь какие-то тулы, тот же серпстат можно подключить, например, у него тоже внутренний аудит есть. Сайт-чекер, например, мне нравится, тоже хорошо делает аудит, мне тоже он нравится, но его запускать долго. А эта программа делает это быстро, то есть она очень быстро сканирует даже гигантские сайты. Вот у меня там сайт есть, болтами занимается, там десятки тысяч таких товаров, он быстро прошел, я еще так удивился. Да, единственный нюанс, чтобы он быстро работал, надо эти, прокси. Покупайте прокси. Вот, с прокси работает очень быстро. Он, получается, поточно сразу делает все эти анализы. Так, и по поводу битых страничек, действительно, их нужно вовремя искать и вовремя зачищать. И вот по пунктику, который я бы хотел поговорить отдельно, это дубли контента. Почему я хотел тут задать вопрос Михаилу? Потому что Михаил часто занимается тем, что создает необычные сайты, посвященные информационке. Вот бывает ли такое, что у тебя, получается, Google воспринимает написанный тобой контент как дубли? Как ты вот с этим борешься, как ты это идентифицируешь? Да, конечно, бывает, как у всех, это проблема всех веб-мастеров, кто занимается своими проектами. И я, во-первых, тут главное мониторить время от времени. Инструментов много, можно скриминфрогом находить дубли, можно вот в HRF, как на скриншоте здесь, там как раз сайт-аудит ставите, сайт сканируется какое-то время, и дальше на автомате просто с нужным интервалом появляются там данные по дублям и так далее. То есть хотя бы раз в месяц надо на это внимание обращать. У меня традиция примерно первого числа каждого месяца смотреть продвигаемые сайты и просто свои проекты на предмет дублей, там количество страниц в индексе, ну, то есть общая информация такая. И это позволяет вовремя какие-то проблемы решать. Ну и, конечно, Google Search Console тоже помогает и Яндекс веб-мастер. Мы, например, вот еще тоже таким заморачиваемся ситуацией, мы обычно смотрим, если у нас есть страница и мы видим наши позиции, то есть, условно говоря, если я вижу, что, допустим, по этому ключу у меня, допустим, более первое место занимает другая страница, а не та, которую я изначально задумывал. Вот мы такой анализ сделаем, потом просто таблицы сверяем, вот хотелось бы, конечно, тул такого формата, то мы понимаем, что та страница, которая занимает, допустим, второе место, а по этому же ключу, то есть, допустим, сковородка желтая и сковородка металлическая. Понимаешь, да, допустим, за просим. Если по запросу сковородка желтая не выводится выше страничка желтая сковородка, а выводится сковородка металлическая, значит, я вижу, что эта сковородка желтая, в ней контент не уникален, плохо прописан и нет акцента на желтых. Я так банально просто говорю, понимая, что нужно здесь перерабатывать дубли. Такая более сложная анализ. Но когда у тебя небольшое количество страниц, и ты видишь, что у тебя какая-то страница аранжируется хуже потому что почему-то google выбрал более верхнего уровня страницу как важно а ты пытался типа сегментировать семантику ты уже начинаешь понимать что это не очевидный дубль то есть вообще не очевидный дубль для поисковика то есть понятно если технически очевидные дубли когда у тебя получается две одинаковые желтые сковородки до по ошибке твоей собственной когда ты интернет-магазин делал но у нас иногда бывали ситуации когда вот мы его там занимались переводы но переводчик переводчики сайты и там получается ты когда создаешь огромное количество страниц под каждые виды перевода важен каждый документов и они просто не ранжируется ты создал она не ранжируется аранжируется другая верхняя допустим нотариальный перевод вот она аранжируется по всем этим вариантом запроса вот такие вот иногда бывает тоже ситуации с которыми приходится бороться когда пытаешься все-таки создать страницу заточена четко под запрос да это частая проблема и конечно же вот собственно потекает следующий пункт в следующем чек-листе это важные ключевые слова вот собственно вот вот именно вот вот здесь и кроется вот этот косяк когда ты понимаешь что google поэтому ключевому слову не хочет в упор ранжировать страницы как мы это вычисляем вот расскажу когда собираешь семантику иногда интересно проверить вхождение этого слова в заголовки вот многие когда собирать семантику что смотрят трафик конкуренцию да там условно говоря в окрепсе можно еще там предложить релевантное ключевое слово то есть она даже типа пластеризацию делают но мало кто меряет реально вхождение в заголовки вот просто если встречается ли это ключевое слово в тайтле вот просто и я иногда находил слова которые имеют нулевую встречу в тайтле ну то есть когда вы там пытаешься прорабатывать семантику можно найти слова которых в тайтле просто вообще практически нет в топ-10 да и при этом у них есть трафик и вот михаил как ты думаешь что с такими словами нужно делать первую очередь срочно использовать делать страничку и попадать вот именно вот именно да именно так и вот здесь действительно вот ты чувствуешься в такие моменты первопроходцы люди ищут но еще контента нет вот и вот самое главное конечно же в этих ситуациях проверить нет ли синонимов и вот потому что иногда твое классное слово может оказаться синонимом и вот очень важно вот умело делать кластеризацию вот твои секреты вот как ты посоветуешь вот сеошникам все-таки как кластеризовать чем кластеризовать что использовать для кластеризации какие-то тулы какие-то подходы сервисов есть несколько для кластеризации наберите просто сервис кластеризации там и rush analytics будет и топ визор и другие инструменты есть программа для кластеризации так сейчас из головы она выпала ну такая десктопная кей кластер да да точно можно ее использовать тоже сейчас в четвертой версии кей коллектора реализована кластеризация то есть тоже можете посмотреть он и в третьем как всегда он в третьем мил но вот в четвертой сказали ребята ну я специально с семантистами общался кто именно семантика и занимается то очень круто сделали молодцы то есть это новый такой игрок на рынке кластеризации в рунете мы знаем потому что мы сами создатели кластеризатора потому что у нас кластеризатор по словам они по выдаче да он у нас такой ему нужно база синонимов только кормить то есть он на самом деле очень хорошо умеет работать в плане кластеризации и умеет там большие пласты слова разбивать на микрогруппы в первую очередь мы свой кластеризатор создавали для контекстной рекламы где каждое слово желательно чтобы было в каждой группе даже если там купить и покупка даже если очевидные синонимы да нужно для контекста их все равно стараться разбивать то что у тебя заголовки разные вот мы его изначально пилили для контекста а потом потихонечку начали использовать для переработки большого количества скачан берешь там серпса там выкачал там 15 конкурентов на там по 50 по 100 тысяч слов запихнул это все и разбил по группам просто без заморочки я делает он это быстро то есть а там уже разбираться что в какую выдачу синоним не синоним там уже можно с этими микрогруппами работать которые он нагенерировал вот как бы что что очень удобно а там уже ты определись микрогруппа условно говоря кластеризуется между собой то есть уже с микрогруппами проще работать их уже может в любом платном сервисе прогнать а вот поэтому вот здесь мы знаем что вот поиск методов кластеризации хорошего своими это вот действительно то что сеошнику нужно делать потому что от этого пункта зависит от того как вообще будете оптимизировать каждый контент на странице следующие пункты касательно search intent это собственно intent слова такой intent получается как его перевести ну я бы не сказал что мотив ну искомая информацию которую ищет пользователь то есть ответ на вопрос пользователя другими словами вот и вот с intentом есть один маленький нюанс многие говорят о нем но не говорят что конкретно делать вот типа вот учитывайте intent пользователя вот конкретно а что это значит вот вот твое мнение вот у меня потом выскажу свое ну суть в том что посмотрите например по страницам конкурентов как обычный пользователь зайдите вот вашей тематике и придите к выводу купили бы вы у них вообще что-то заказали какую-то услугу или статья вас полностью удовлетворила или нет показатель раскрытия интента это что пользователь доволен а доволен он на вашем сайте в первую очередь когда он покупает когда делает заявку на услугу или прочитал статью и уже на других сайтах не продолжает свою поисковую сессию вот и дополню еще второй момент intent у поискового запроса проверяйте в выдаче что пользователь видит видит ли он статьи по этому запросу видит ли он по этому запросу товары видит ли он по этому запросу блок с картами почему потому что пользователи которые переходят по этим поисковым запросам ищут что-то конкретно то есть они они уже видят что-то конкретно поэтому когда вы проектируете свой сайт собирайте семантику изучайте выдачу вот вот без шуток изучайте топ-3 выдачи и смотрите какого типа контент встречается вверху то есть условно говоря если по вашему запросу встречается статья не надо пытаться там пилить карточку товара она может не сработать пользователи привыкли что там одни статьи и может быть как говорится по этому запросу карточка товара никак не появится и наоборот я просто такое часто бываю вот клиент спрашивает что по этому запросу делать страничку услуги или статью вот собственно вот вот вокруг этого и и и вы должны определиться что с этими запросами делать по intent а то что они действительно вот и правильно дополнил да пусть пользователь должен быть доволен перейдя по на вашу страницу и не возвращаясь в поиск обратно я тут еще дополню николай тут тесно связано с еще один одним моментом бывает что например приходит клиент в какой-то любой тематике как например коммерческая и я прошу прислать например двух-трех конкурентов чтобы посмотреть ну вообще в сравнении с конкурентами а мне человек пишет что а у нас нет конкурентов мы вот настолько уникальная компания что у нас нет конкурентов набираешь выдачу там полный топ-10 конкурентов на любой вкус то есть люди они как-то не смотрят вообще на выдачу им даже вот без разницы там какие информационные статьи там коммерческие страницы или какие-то выдачи они даже это не понимают потому что они считают что у них настолько уникальный бизнес уникальная компания что все конкуренты они какие-то ну с презрением к ним относятся они все какие-то неполноценные и эти вот лучше всего бизнес ведут и по опыту скажу что лучше с такими ребятами не сотрудничать я сразу отказываюсь от сотрудничества потому что знаю что дальше будут только одни проблемы когда им пишет что смотрите вот топ и там ну полный фарш всех конкурентов на любой вкус вам то что например прямых конкурентов в бизнесе может не быть вот таких же точно но выдачи то все равно вы соревнуетесь с другими сайтами поэтому надо это учитывать и вы все равно google и яндекс не один ваш сайт выводит и больше никого нет на первом месте всегда есть конкуренция поэтому надо смотреть такие есть еще такой маленький нюанс который многие сталкиваются такой грубой ошибкой ноги сталкиваются когда работают с клиентом когда клиент считает что это немножко такое в топ не по чек-листу а когда клиент говорит что его предыдущего всеошники плохие на самом деле вот вы такие вот хочу с вами строится отношения читал недавно очень хорошую статью помните что клиенты бывают такие которые захотят ваши услуги за бесплатно да то есть условно говоря хотят за меньшее количество денег получить большую услуг вот 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 и назвал этих клиентов которые не знают конкурента вот они вот где-то вот на уровне могут быть даже одни и те же люди те которые не знают своих конкурентов чаще всего те люди которые пытаются seo получить у сегошников за бесценок вот мы с ним тоже столкнулись и знаем что есть такая вот черта у этих бизнесов так потом просто берешь пробиваешь ключ смотришь и там сплошная загруженность все заголовки заняты там просто тебя воевать с каждым да кстати почему важно вхождение заголовка по коммерческим ключам вы можете всегда у любого бизнеса вытащить коммерческие ключи для этого ну берем ахрес какой-нибудь там серпсат вбиваем запросы и сохраняем только те где контекстная реклама встречается и пробиваем по этим запросам в конкуренцию просто том же кей коллекторе на если мы видим циферки 10 10 10 10 10 это типа в топ-10 вхождение заголовок то вы попали в очень тяжелую нишу где у вас будут серьезные проблемы по продвижению где вам будет очень трудно двигаться и когда конкурент говорит подобность типа нет конкурентов это действительно это ну это легко проверяется для этого не нужно быть симптоме его будет чтобы просто проверить берете его контекстные ключи по которым он крутит рекламу крутится реклама да и пробиваете выдачу по вашему региону если вы видите хотя бы уже не по дорогим ключам десятки все у вас будет тяжелый трудный путь годами по по выводу этого сайта если вы сработаетесь да очень интересный такой нюанс да вот собственно как раз следующий пункт оценивайте свои шансы ранжирования в google мы как раз про эту тему и поговорили есть целый пункт по оценке конкуренции ключевых слов на самом деле охрев лукавит у него очень много ключей нули вот в рунете он показывает кучу ключей нулевых вот и появился понимаешь что там конкуренция жесткая поэтому если вы видите в охрести высокую конкуренцию действительно там тяжело в бурже кстати мне кажется он на релевант не показывает циферку вот это если не ошибаюсь но вот в рунете вот просто попробуй михайлов белью бы какую-то любую тематику связано допустим собачьими кормами ты редко увидишь что-то больше десятки и ты будешь думать вам сейчас магазин создам да и ты понимаешь это его сейчас так быстро не раскрутишь конкуренция это жестко даже блок поднять вот такой у тебя собственно там по полу тебя же блог на как раз посвященный есть этим кормам правильно поднять в рунете блок тебя займет больше времени его раскрутка потому что чуть-чуть другие принципы другие методы и конкуренцию охрец покажет нулевую а на самом деле она далеко не наливая вот поэтому я вот не советовал бы смотреть на чисто метрику охрец а а проверяйте еще очень хорошо в ки коллекторе есть формула для расчета кей кстати михаил и по моему тебя их даже видел эти формулы да нет я как шаров по моему делу серия как шаров да вот эти формулы по расчету кей их много форму много раза форму я даже публиковал на фейсбуке репост этого поста ну самого текста этих формул и рассчитывайте кей и учитывайте вот этим метриками проверяйте действительно где высокая конкуренция дениска что понимать как какие ключи можно лучше и хуже двигать так мы едем дальше пунктов много и конечно же самые важные пункты это контент про контент мы говорим много пара контент действительно говорят на я всегда записал хорошее видео говорят а что вообще такой контент дайте определение этому слову кто-то может сказать что это да вот контента информация которая присутствует условно говоря передается цифровым путем путем взаимодействия пользователя да с электронным устройством вот я так это вижу которая воспринимают пользователь допустим по своему запросу по другому я не могу придумать определение почему информация потому что это низ это может быть текст это может быть и видео это может быть еду то что видео может аудио которые вы сейчас слушать это все контент на то есть информация которую получают человека поэтому по контенту вот михаилова может пробежаться по пунктикам и дать свои рекомендации собственно я там добавлю которые у них есть ну конечно по контенту важен контент план то есть когда вы планируете структуру сайта также важно и планировать контент потому что ну надо не хаотично публиковать статьи а по определенной системе например если у вас там подборки будут подряд две-три подборки идти это уже становится скучновато надо сочетать подборку и разные другие форматы контента то есть я вот часто это публикую так вот хороший тут пункт про вступление 23 обязательно работайте над вступлением первые хотя бы там несколько предложений их надо продумать чтобы ничего лишнего никакой воды и надо чтобы они интриговали эти слова и первые предложения читателей дальше читать потому что сами мы знаем например то что человек кликает оценивая заголовок если ему интересен заголовок ну и описание выдачи он переходит или соц сетях видит заголовок статьи переходит и дальше все зависит от того насколько ему понравится первая часть вашего материала то есть первый там пара абзацев если не понравится скучно он сразу же закроет если понравится он дочитает в принципе до конца ну вот например вот если даже сейчас у нас была статья как скачать видео с ютуба да вот собственно такую статичку вроде бы написал написали мы собственно как раз целью проверить насколько пользователь будет ну ловиться на этот трафик да и здесь на самом деле порешало вступление где мы написали где мы писали хотите смотреть ролики в оффлайн режиме боитесь что право то есть мы сразу надавили на боли то есть боитесь что pravd Dale удалить видео и закройку доступ или забыли сделать резервную копию ролика то есть вот собственно эти проблемы решаем на то есть вы собственно четко-бия статьи уже изначально заголовком и интро решает проблемы то есть она уже говорит какие проблемы она будет решать эту будет рассказана собственно вот этим моментом нужно уделять внимание вот с вступлением абсолютно согласен кстати обеспублики просто бросается на изначально на чтении вот есть такой момент что есть люди которые которые думают что им их нужно еще увлечь чтобы они хотели листать ваш сайт дальше у меня вот по пунктам попасательно вот интересно заголовки в которой создают иерархию на самом деле вот про майн карты вот михаил хотел дополнить майн карты нужно не только для проектирования структуры сайта но и конечно же для проектирования статей я когда пишу ролики я тоже создаю майн карту условно говоря сценария в котором я вот пунктами планируешь про что я хочу рассказать как делаю тезисно и за счет этого получается более структурированный материал при записи то есть я знаю что этот пункт минут этот пункт две минуты три минуты у самаря так по ним от прохожусь и закрывая вот пользуешься такими трюками до хороший подход конечно надо основные мысли хотя бы записывать потому чтобы ничего не упустить согласен break things up with images это пунктик который касательно того что есть русская болезнь такая вот наша болезнь на руна это писать простыни аудит сайта замечал да бог заходишь простынь 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 объясню почему как-то происходит тут исходит проблема заключается в том что заказчики видят сайты конкурентов которые также сделаны и делает себе точно так же но никто не обращает внимание почему так происходит потому что люди заказывают тексты на бирже день присылать просто простыню что делает сегошник он думает мне не заплатили за дизайн картинок не заплатили за этом перечитывание верстку редактуру я просто беру это фиг заливая обратно ну то есть почему потому что именно скупость заказчиков к и нежелание делать контент качественным изначально формирует вот этот тренд поэтому вот 25 пункт я считаю это просто то что уже нужно бизнес-план закладывать посева когда вы занимаетесь сел созданием контента ваши тексты которые вы пишутся должны быть иллюстрированы отвлекающими такими элементами которые дополняют материал то есть не просто картинка с на это да они дополняют материал даже тут сейчас вот эту статью которую мы смотрим здесь есть картинки их тут кучи на самом деле куча картинок и эти картинки не просто взяты из стоков какая-то да кстати картинки со стоков это уже мертвая тема у людей банерная слепота выработалась на эти картинки пункт очень важный кстати и у меня например среди моих сотрудников на трех копирайтеров моих всегда я нанимаю одного паблишера я его называю то есть человек который эти статьи принимает от копирайтеров и занимается непосредственно их публикации оформлением подбором картинок там вот эти все нумерованные списки цветные блоки там плюс и минусы картиночки там все вот обязательно это надо учитывать и закладывать потому что вот как николай правильно сказал ту простыню текста когда публикуют это как раз следствие того что просто не выделяют средства на и времени на это то есть если человек сам делает может быть еще немного что-то сделать но если когда на заказ то обычно если не заплатили то вы получили то за что заплатили то есть ту простынь текста которая у вас есть и максимум какой-нибудь со стока скучный предскучный вид изображения там и все а надо и видеоролики вставлять и подкасты и можно еще вставлять какие-то твиты посты с фейсбука там по теме очень интересно можно оформить как конфетку абсолютно согласен вот например я вот хотел бы переговорить сразу и третий пункт который следующий пункт который идет это короткие сообщения короткие абзацы короткие абзацы короткие параграфы я на самом деле раньше писал страшные простыни просто страшные простыни которые вот абзац там сложно сочинены сложно почему предложение при этом сеошки как таковой не было то есть там ключевые ключевые слова которые друг на друга смотрят там такое не было просто всегда писал предложение и это было сложно читать просто люди было это реально сложно читать я потом собственно как говорится почитал послушал как как разговаривал сталин и понял что действительно говорил правильно нужно правильно делать акценты правильные вещи и действительно когда начал писать статьи я начал писать очень простыми предложениями очень простыми абзацем вот я сейчас смотрю на свою статью которая посвящена кейсу линкбилдингу по социальным программам scholarship да мы собственно ее в украине внедрили и она прекрасно и в россии уже работает даже на беларусь мы вывели вот сам этот линкбилдинг построен и я собственно вот писал статью и старался написать для человека который будет впервые вообще про эту тему узнавать и нет ни человек который этим занимается я ему пытался рассказать а пытался написать статью для того кто будет впервые это заказывать я прекрасно понимаю что чем сложнее буду писать тем менее вероятно что у меня эту услугу закажет и соответственно я и старался писать максимально просто собственно и про кейс сергея как шарова по поводу дельта банка где они эту стратегию пытались реализовать и собственно они и даже сделали но мы нашли кучу ошибок в этой стратегии собственно которые и учли в своей программе собственно про это я собственно и написал собственно и кто это тебя и упоминал в статье как за упоминание конечно туда же ссылочка на эту статью идет как хороший подход ты не поскупился вот на ссылки на другие блоги это вот отличный подход сейчас очень редко кто делает и в итоге сами ничего не получает ну вот и поэтому я всегда вот эти на диваку тут как видишь да и на тебя там зимка то есть на самом деле статья вот и почему я под по не хотел сказать она написана очень просто вообще очень просто то есть и тут очень много ссылок на наших сайтов которые вот мы делали вот социальные программы то есть вот они же есть никуда не делись вот они остались живы живы на ссылках вот и мы когда пишет списали статью то есть я всегда если на что-то ссылаюсь я ссылаюсь на это конкретно чтобы я это взял отсюда это взял отсюда потому что человек когда видит факт он должен как говорится проверить факт это или не факт и гугла даже если алгоритм факт чекинга который проверяет цитата взята из из воздуха или взята из какого-то реального места и для того чтобы факт чекинг тебя проходил всегда успешно собственно ссылку но мы этот пунктик упоминали уже собственно по поводу пункта что ссылки нужно ставить качественной а нет еще не упоминали об этом чуть попозже вот поэтому короткие абзацы на самом деле короткие формулировки действительно работает то есть минус жаргон активойс это получается прямая речь правильно если не ошибаюсь активойс ну да вроде более прямая речь и простые слова и простые фразы действительно вот стройте предложение очень просто это будет реально работать но и пунктик по поводу по поводу содержания и твои абзацы твое мнение вот как ты пишешь статьи вот поделись своим фидбэком раньше многие годы я писал без содержания краткого когда вы можете перепрыгнуть на любой пункт статьи я считаю это минусом потому что не всем людям надо полностью читать материал это как у видеороликов на ютюбе недаром сейчас очень популярны тайм-коды когда вы видео смотрите видео с тайм-кодами удобнее смотреть потому что вы можете выбрать только два-три кусочка которые вам интересны остальные вы в принципе знаете и вам интересно только о чем-то конкретно посмотреть то же самое по статье человек зашел и если нет содержания он там прокрутил увидел что лонгрид потом взял курсор этот ползунок прокрутил вниз ну и в принципе читать не стал и ушел а если он например увидел содержание его какой-то пункт или несколько пунктов заинтересовали он перешел на них почитал потом вернулся на другие пункты посмотрел то есть время и поведение пользователя идут на плюс страницы и мы не теряем такого посетителя поэтому надо содержание в тех статьях где это подходит конечно использовать и конечно же очень важный момент сами вот эти содержания нужно правильно размечать есть микроразметка отдельно для этих пунктов называется site navigation элемент она используется как раз для разметки содержания если вы ее размечаете есть очень высокая вероятность что ваши пункты содержания появятся как в виде быстрых ссылок под вашей статьей если статья занимает достаточно ну топ топовые места не последним местом выдачи там в первой десятке да то вот эти слова могут появиться в выдаче поэтому старайтесь сделать так чтобы заголовки были достаточно короткими то есть не больше трех слов тогда есть очень высокая вероятность что вы еще попадете в отдельный сниппет да и как раз на эту тему есть статья про сниппет выдачи вот я вот и раз ее вот показываю михаилу на экране если вы не знаете как сделать быстро содержание в ворде если вы правильно писали текст и правильно размещали заголовки можно вставить оглавление просто в один клик вставка оглавление вы можете вставить посмотри какое у вас оглавление потом пересмотреть правильно ли вы его назвали потом зайти в нужные заголовки там например и переименовать их например там сделать более правильными например одной из статей одного из авторов вот но собственно сделать это не трудно на самом деле заголовки придумал быстро найти в вашей статье нетрудно, если вы их правильно размечали изначально, когда писали контент. И для WordPress есть плагинчики, например, Table of Content плагин. Да-да-да. Он называется T-O-C. Ну, то есть Table of Contents. И можете использовать. Наши прогеры ручками делали. Заморачиваюсь. Вот. И, собственно, мы переходим к пунктикам, посвященным OnPage SEO. По поводу OnPage SEO я не буду сильно долго уделять внимание, но здесь вот мы уже говорили короткие описательные URL, в которые содержат себе нужные ключевые слова. Здесь есть определенные секреты, когда не нужно, чтобы в URL повторялся ключевое слово, которое использовано в предыдущем ключевом, в предыдущей категории. Например, если у вас, условно говоря, URL тарелки, URL тарелки фарфоровые. Не надо делать. Просто можно фарфоровые. То есть делайте так, чтобы сами слова в пределах вашего URL не повторялись. Поэтому здесь грамотно продумывание ЧПУ, оно действительно искусство. все это искусство, чтобы не избегать вот этих повторений. Потому что у нас, на самом деле, у многих в ЧПУ существуют такие вот проблемы. Потому что неправильно названная категория, получается дубли, дубли, получается ботинки, ботинки детские, ботинки детские на какой-то подошве. Вот такая вот ситуация может быть. Вот. И поэтому вот второй момент, действительно, вы должны понимать, что короткий URL помогает вам попасть в расширенный сниппет. Это, конечно, важно, но это хорошо для статей. В карточках товаров там все иначе. Там есть нюансы. Но все же вот про повторение я вот в этот момент, вот тут они не очень этому упомянули, но вот мы часто это видели. Для статей, действительно, чем короче URL, тем круче. Вот. Часто внедряешь в эту штуку себя? Да, я стараюсь как можно меньше делать. И вот как на примере здесь два-три слова в части URL, которая как раз за статью отвечает, оптимально. То есть прошли времена, когда там целые предложения в URL вставляли. Это ужасно. Которые особенно генерируются движками. То есть транслит идет там. Ну, то есть неинтересно так. И, кстати, Брайан Динь нашумел же с тайтлами, когда он начал, собственно, рассказывать про то, как надо правильно писать тайтлы. И действительно, он уделил внимание огромной кликабельности в поиске. Насколько она важна в тайтле. И вот вопрос по тайтлам. Есть ли какие-то, по твоему мнению, изменения в тенденциях к созданию тайтлов? Что-то изменилось за последний год? Ну, то, что, например, цифру в информационных статьях использовать, это как было. Рекомендации так и остаются. Они более кликабельные. Например, не лучшие там какие-нибудь коврики для мышки, для компьютера, а 15 лучших. Да, там топ-15, топ-10 и так далее. И старайтесь вот эти цифры делать больше, чем у конкурентов. Потому что, например, там 40 идей для интерьера кухни, 75 идей, а вы сделаете 85, 90 или 100. И это сразу интригует и выделяет вас на фоне конкурентов. Вот, кстати, да, интересный трюк. А по поводу карточек товаров, я так понимаю, ничего не поменялось? H1 и название компании больше ничего не делают? Да, это, в принципе, так же и есть. Интересно, как я заметил на самом деле, что сейчас война за карточки товаров в выдаче очень сильно ушла вниз, потому что сейчас решаются вопросы микроразметка и Google Merchant. Вот он на себя взял вот эту войну за карточки товаров. И, собственно, платная реклама. Они отжали практически весь трафик карточек товаров. Мы просто увидели, что большинство сайтов карточки товаров тупо сели в органике, но при этом трафик на них не упал. Но мы видим, что трафик перелился из других акцентов, то есть с других источников. Но вот это действительно было необычно. А категории действительно до сих пор ранжируются прекрасно, поэтому если вы продаете айфоны, помните, что в категорию айфонов попадет в первую очередь пользователь, а не на конкретно айфон. Это тоже такой вот маленький нюанс, что раньше на карточку целили, а сейчас льет на категорию вот этого. Под категорию конкретного айфона получается. А там уже на выборах память, цвет и тому подобное. То есть это уже отдельные карточки товара. По поводу дескрипшенов, кстати, если что-то изменилось на самом деле, потому что были трюки там, как делать так, чтобы твой дескрипшен всегда показывался, но мы заметили, что Google наплевал на эти рекомендации, когда вы прописываете максниппет на этот тег. И показывает, как хочет. Изменилось ли что-то в дескрипшенах на твое мнение? На мой взгляд, ну, время от времени Google, что в мобильной выдаче, что в десктопной, меняет лимит символов, лимит слов, например. И бывает короче, они становятся длиннее. Но, на мой взгляд, надо где-то золотую такую середину искать, не ориентироваться на символы, а смотреть, как ваша выдача выглядит. То есть чтобы и на мобилке, и одновременно на десктопе нормально все смотрелось. Кстати, хотел сказать маленький нюанс. Когда вы продвигаете любой свой сайт, помните, что у вашего сайта должно быть три элемента, которые вы должны правильно разметить на каждой странице, которая имеет ценность. Ну, ценность, которую можно будет... Объясню, как его. Первое – это image object, собственно, и даже микроразметка такая, которая определяет картинку. Второе – это заголовок, title, да, а третье – это description. Зачем они нужны? Потому что сейчас что популярно? Мессенджеры. Вот у Михаила телеграм-канал, в котором он постоянно постит какие-то ссылочки, да. И, конечно же, что делает телеграм? Подтягивает картинку, title и description в любой ссылке, верно? И если они кривые, неправильные, некрасивые, то, конечно же, Михаил потом берет и удаляет этот некрасивый вариант сниппета, чтобы он просто не отображался, правильно? Да. Уделяйте внимание так, что если ваши ссылки делились, она отвечала уже изначально на большую часть контент-вопроса. То есть иногда, когда отправляют новость, я уже по сниппету понимаю, о чем она. И это касается любого мессенджера. Просто Facebook мессенджера, будь то это будет Twitter, кстати, в Twitter тоже очень важно, потому что сейчас в Twitter публикуют ссылки. Многие Twitter воспринимают как соцсеть, в которой там нужно просто постоянно постить, на самом деле искусство правильно запостить ссылку в Twitter имеет огромное значение. Потому что на самом деле, если смотреть Twitter, на самом деле в нем половина публикаций, это публикации с ссылками. И если вот даже вот сейчас глянуть Twitter, просто можно увидеть, что в Twitter с трудом помещается два твита на экран. И это факт. И почему? Потому что либо это фотки, либо это какие-то картинки, либо это ссылки. И ссылка размером с картинку практически. И тоже это важно. Поэтому Twitter, как ни крути, это соцсеть, которая максимально привязана вот к этим элементам. Title, description, картинка. Все это видно сразу. Вот. Кстати, 31 пункт, это то, что вот ты как раз мне сказал, что хорошо ссылаться на других. Это очень важно. Кстати, сталкивался ли ты с тем, что когда ты, допустим, сайт оставил исходящей ссылки, он подрастал? У тебя были такие ситуации? Да, небольшой плюс видел, но в чистом виде я не проводил эксперимента, что вот больше ничего не делал, только ссылочку поставил, и сайт подрос. Так, по ощущениям, вместе с другими факторами это хорошо работает. Кстати, делайте то, что я забыл сделать, на самом деле. это когда вы ставите исходящую ссылку, напишите тому, у кого вы оставили ссылку, что типа я прочитал твой классный материал, упомянул тебя себе на сайте. Да, да, хороший вариант. А то вот Михаил только сейчас узнал о том, что я статью написал год назад, даже два года назад. Да, да, а в фейсбуке это тегайте обязательно. Да, и тегните, обязательно. Так как вы знаете этого человека, допустим, вы его в друзьях, либо у него публичная страница, просто напишите пост и тегните этого человека, что типа вот написал статью, спасибо вот этим людям, которых вы там разместили. Они посмотрят и увидят, что в статье вы их упомянули. Почему? за счет этого вы попадаете на их стену сообщений, когда человек в профиль к этому человеку тегнутому заходит, то пост ваш будет у него в профиле тоже. Вот, поэтому уделяйте внимание социализации, то есть ссылка это не просто ссылка SEO-шная, это еще элемент социализации. Вот, я честно, вот видите, вот написал статью и забыл даже, что я там брал ссылки, то есть когда писал, просто ушел в исследование и писал. Вот, а надо не забывать, что вы этот материал сделали. Ну и, конечно же, микроразметка, про микроразметку сломана куча копий, вот недавно бах, кстати, был в гугле, когда она отвалилась, потом вернулась. звезды. Звезды, те самые звезды. Кстати, по поводу звезд, мы обратили внимание, что в Америке метод звезд для ряда сайтов работает по другой системе, там нужно иметь какое-то количество отзывов, чтобы эти звезды отображались, верно? Да, обычно с 3-5 отзывов начинается вывод звезд. Вот, собственно, вот если у вас нет отзывов, то они вообще не выводятся. Пункт про перелинковку здесь на самом деле, я даже не знаю, насколько он сейчас актуален, именно перелинковка, ну, почему? Потому что сейчас практически все CMS имеют в классическом виде уже перелинковку, даже банально хлебная крошка уже имеет перелинковку. Если у вас есть навигация, то она уже, говорится, решает больше сейчас вопросы. Но есть и не исключения. Самая больная проблема это интернет-магазины. Вот такая вот ситуация. Вот у тебя есть сайт, у тебя есть карточки товара, у тебя есть категории. А вот есть фильтры сбоку, знаешь, да, вот интернет-магазины. Их часто делают скриптовыми. То есть вот там нажал на галочку, нажимаешь показать, и оно показывает. Так вот Google эти кнопочки не видит. Вот просто он их не видит. И я тебе так скажу, 4 из 5 магазинов все такие. Вот просто вот у всех это проблема. Вот приходит ко мне интернет-магазин, я просто тыкаю, проверяю. Мы же аудит, помнишь, делали, я говорил, что это ссылка нет. Я всегда это проверяю, потому что это называется больное место у всех интернет-магазинов. Причина кроется, возможно, в продаваемых темах, которые все берут и ставят, в продаваемых модулях, которые недоработаны. И, собственно, вот в этом кроется самый большой подвох. Второй подвох кроется в том, что продаются плагины без адекватно настраиваемой SEO-части. То есть есть плагин, а SEO-часть пили как хочешь. И я знаю даже ряд плагинов для сайтов, где SEO-модуль работает только в одном направлении, то есть только одна категория. А попробуешь сделать две категории, он перестает работать. Просто генерирую дальше чушь полную. То есть тайтлы, дескрипшены не генерируются, просто получается, у тебя получается, ты вроде бы сделал SEO-модуль, но у тебя у каждой версии страницы существует тысячи вариантов с одинаковым тайтлом, дескрипшеном, и они реально создаются. И это вот тоже такие нюансы. Перелинковка в модулях тоже им важна. И чтобы он работал, этот модуль при наведении на фильтр тоже в самом коде должна быть ссылка, прямая ссылка на переход на эту страницу. Если ее нет, то весь интернет-магазин получается становится как островом, где отдельно сайты, отдельно карточки товаров. Ну и конечно же, дам тебе слово, Михаил, и на этом мы сегодня чек-лист этот переварим. Пройдись по линбилдинг пунктикам, это с 35-го пункта, и давай вот, собственно, какие стратегии актуальны, в частности, в Рунете, в зарубежном, и попытаемся сейчас разобрать. Ну, первый тут пункт, 35-й, это повторяйте ссылки ваших конкурентов. Я отчасти согласен с этим методом, а отчасти нет, потому что только копируя ваших успешных конкурентов, вы только по их стопам будете идти. А чтобы их обогнать, да, вы всегда будете догоняющим, а чтобы обогнать конкурентов, надо их обгонять и в методах продвижения. То есть для ориентира просто посмотреть, какие методы чаще всего в вашей тематике используют топовые сайты. Конечно, можно изучать и повторять, но сразу наращивайте экспертизу и попытайтесь посмотреть на шаг вперед, хотя бы на 2-3 шага вперед, чтобы увидеть, что же можно еще задействовать в плане линкбилдинга, что ваши конкуренты не используют. И именно это позволит вам выйти вперед. То есть не только копируйте, а еще и старайтесь сделать лучше ссылки, чем у них. Обязательно. Следующий пункт. Да, Николай? Да, я буквально недавно начал сейчас писать статью, я взял цитату из Алисы в стране чудес, она очень хорошо характеризует. Если ты будешь, чтобы стоять, нужно идти, а чтобы идти, нужно бежать быстрее всех. То есть вы должны бежать быстрее, но вы же не сможете просто взять и все ссылки поставить конкуренту. Поэтому ищите методы, где, как говорится, ищите вдохновение. Там, как говорится, самое важное найти это вдохновение, чтобы в этом-то и вся мораль. Вы должны найти тот момент, где конкуренты провалились, не повторять эти методы, где конкуренты успешны, попробовать сделать эти методы еще лучше. Вот зачем этот пункт. Я бы по-другому его перечитал, а не просто копируйте их методы. Следующий пункт – это работайте с удаленными ссылками. То есть, например, вы где-то на сайтах размещали ссылки, или они были естественные, но с течением времени по разным причинам эти ссылки могут удалять. Честно скажу по опыту, этот метод очень затратен по времени, и отдача в ссылках, она очень небольшая. Поэтому я его отношу вообще к таким не то, что второстепенным, а даже третьестепенным. Потому что, ну вот у вас были ссылки, сайт у вас был в топе. Если он дальше в топе, а часть ссылок отвалилась, в принципе, можно вообще не обращать на это внимания. Это естественный процесс. Ну вот, например, человек продал сайт, и тот новый владелец взял и снес, например, блоговую часть, потому что там, как, например, был пиар сайта компании, который до этого был на этом сайте, а ему не нужен этот материал, он просто взял и удалил. Ну и смысл писать этому владельцу. Например, причин может быть много, но вот одна из частых – это просто смена владельца. Или просто у сайта какие-то проблемы, например, с продвижением, и они взяли и посмотрели, у нас что-то много тут ссылочек, ссылается исходящих. Давайте их сократим там в пять раз, например, и сносят все ссылки, просто делают текстовые упоминания. Ну это реже случается. Если они так решили, то вы их решение не измените. Ну то есть такой очень затратный по времени, и я бы не стал его особо использовать. Следующий пункт – это используйте текстовые упоминания и работайте над тем, чтобы сделать их ссылками. Например, Николай, вот если у тебя где-то упомянули там SEO Quick на каких-то сайтах название твоей компании, или Николай Шмечков, то ты таким ребятам можешь писать и просить их поставить ссылку. Это более эффективный метод работает, то есть сказать, что ребята, вы меня тут упомянули, а можете ссылочку поставить, чтобы люди знали, куда непосредственно переходить. Такое часто работает, и это хорошая методика. То есть тут надо отслеживать упоминания своего бренда, своей имени и фамилии своего и так далее. Да, кстати, это интересный метод, на самом деле никогда не задумывался. Но чаще всего, если вы очень сильно популярная личность, то есть, например, вы сможете найти кучу своих упоминаний. Вот, например, как я решил погуглить, то есть я нашел наш с тобой подкаст. А нет, это с Анатолием еще подкаст. С Анатолием был подкаст. Нашел его просто на каком-то сайте агрегаторе подкастов и таких вот вагон. Если вы будете заниматься контентом, который, допустим, расходится по фидам, то вы можете найти кучу сайтов, которые ретранслируют этот контент в разных самых вариациях. Вот, например, вот наш с тобой вебинар продвижения коммерческих сайтов. Вот на Мегаиндексе, например. Но тут ссылочка сразу на вебинар конкретно, на нашу страничку вебинара. Вот, и тут теги все как положено. И ссылочка вот... Хороший метод это. Да, действительно, рабочая, такая вот битая ссылка почему-то не работает. В Рунете он, кстати, вообще не распространен. То есть никто почти не использует. Публикуйте гостевые статьи. Следующий пункт. Это нормальная методика. Главное найти сайты. Во-первых, надо разделить сразу. Есть сайты, которые принимают гостевые статьи и которые не принимают гостевые статьи. Обычно все используют только те, которые принимают. Пишут там предложение, разместите нашу статью, или платно, или бесплатно статью публикуют. То есть схема очень простая. Но очень большой потенциал у тех сайтов, которые не принимают гостевые статьи. Вы можете им предложить, и они просто, может, об этом не задумывались. Они будут рады разместить статью вашу. Не все, конечно, но определенный процент и процентовка вот этих сайтов, которые не принимают гостевые статьи, она по количеству намного больше в разы, чем те сайты, которые принимают. И те сайты, они могут быть заспамлены. То есть раз они принимают гостевые статьи, деньги зарабатывают, например, то у них могут быть там за год сотни статей со ссылками на самые разные сайты. Если им нужны деньги, они и казино будут размещать и так далее. То есть обязательно смотрите сайт двоеточие, адрес сайта и казино, там какой-нибудь там эдалт и прочие такие вот слова ищите. Если таких нет, то в принципе можно публиковать. Ну, по страничкам, конечно, пройдитесь, что они вообще за гостевые статьи публикуют. Поэтому лучше публиковать там, где меньше всего таких статей. Ну, например, мы даже для этих целей создали утилиту, которая позволяет искать гостевые посты. Но вообще, она позволяет искать много чего. На самом деле, эта утилита – это просто квитэссенция поисковых запросов. Она позволяет вбить любой запрос и проверить по нему выдачу. А если у вас есть плагины для выдачи, то можно, как говорится, легко проверить. Вот, например, можно гостевой пост поискать, кто размещал гостевые посты. Вот у нас 100 элементов. Вот я, например, я вижу этот гостевой пост от стоматолога. Я вот вижу, вот на примере я вижу, что вот здесь размещали какой-то гостевой пост. Возможно, таких вот публикаций вы можете найти много, но сразу говорю, приходится вот этого потом сидеть, продираться через тернии, фильтровать, как говорится, тематики, то есть, потому что не всегда вы найдете по стоматологии то, что нужно. Поэтому вот, например, вот здесь специально задал вопрос. Вот. И проверить себя, то есть, словно говоря, вот кто-то на вот блок-спот вообще тут гостевые посты принимает, ну, на веб 2.0 сайта. Поэтому искать гостевые посты – это довольно сложная работа. Но есть один секрет. Секрет заключается в том, что если вы бизнес, у вас бизнес-партнеры. Если у вас есть бизнес-партнеры, у них есть сайты. Если у вас много разных бизнес-партнеров, вы с ними в хороших отношениях, на уровне менеджеров, там, просто созвонно. Вы можете договориться, что вы напишите им сами статью, ссылочка на себя, как на автора. И таким образом вы получите ту самую заветную ссылку гостевого поста. То есть, можно просто на уровне пиара договориться. Попросите сегошника, чтобы он тему подобрал, да, а сами напишите эту статью и опубликуйте ее на его площадке. Вот. Это самый дешевый способ гостевого постинга, без шуток. Это партнерский гостевой постинг. Мы его так называем. Да, и он эффективен, и можно получать ссылки с тех сайтов, которые вообще не предлагают продажу ссылок, или там вообще никак не разместить ссылку другими способами. Вот, вот, вот. Здесь фактически у вас, знаете, вот в гостевом постинге, условно говоря, вам нужно найти сайты, найти их e-mail, списаться с ними, подоговориться, написать адекватное письмо, чтобы они на вас заметили. А тут этот путь у вас пройден. У вас просто уже сразу список e-mail и знакомых, которых вы знаете. То есть, и как бы просто построите чуть по-другому бизнес, и вы очень быстро получите гостевые посты. Ну, по крайней мере, десяток гостевых постов вы точно получите от своих бизнес-партнеров. Они будут только рады, что вы им блог пополните, потому что надо донести, почему важно, что вы напишите классную статью. У них блог оживет, у них там SEO-шка поднимется, они будут радоваться этому. Как бы, не просто же все так. Да, метод отличный. Следующий метод – это страницы с источниками. На многих сайтах в разных тематиках, например, по йоге, есть там полезные сайты о йоге на сайте. И там подборка, и автор просто добавляет те сайты, которые он знает или ему нравятся. И можно находить такие страницы с подборками и предлагать им добавить ваш сайт в их подборку. Некоторые будут просить, чтобы на вас, на них тоже сослались где-нибудь со статьи или с вашей подборки. То есть, например, тематика йоги, эзотерики, астрологии, гаданий. Очень круто работает там вот такой обмен ссылками со страниц источников. Или просто у них есть там, ну, нечто такое похожее на каталог сайтов по йоге там, да, по разным направлениям. Работает отлично. И можно буквально там за несколько недель набрать хорошую ссылочную массу с тематических сайтов бесплатно. И это дает хороший буст, хороший рост в поиске и по трафику, и по позициям. То есть, тут как раз в статье описаны методики, как это сделать. Ну, то есть, можно в Рунете, например, брать полезные сайты, в кавычках, или там inurl, там ресурсы смотреть и название вашей тематики. Кстати, отличная ссылочка от Джошуа Хардвика. Тоже есть 42 поисковых оператора, которые можно смело использовать для вот этих трюков. Он, собственно, можно полистать, там можно найти все эти комбинации, которые есть. Поэтому, гляньте, там есть прямо ссылочка на эти операторы, и тут они описываются как бы в комбинации этих операторов. Собственно, вообще, на самом деле, СЕОшник должен уметь правильно гуглить и знать про эти поисковые операторы, какие они бывают. Материалов в этой теме куча. Я даже снимал чайниковский ролик в этой теме. То есть, как правильно гуглить СЕОшник, как правильно гуглить обычному человеку, что знать в гугле. Это очень полезно. Да, это экономит время. Очень много времени экономит. Ну и давайте, что у нас, сороковой пунктик. Сороковой пункт. Найдите людей, которые ссылаются на слабый контент на других сайтах. Суть в следующем. Вы делаете статью, которая лучше, чем вообще все конкуренты сделали. Страничка, например, у вас самая лучшая вообще по этому вопросу во всем интернете. И вы находите сайты, которые ссылаются на страницы конкурентов по этому же вопросу, но они не такие качественные, не такие интересные, не такие актуальные, как у вас. Вы пишите этим людям, говорите, вот вы сослались вот на эту страничку, а смотрите, я сделал лучше страничку, и вы, пожалуйста, сошлитесь на меня. На мой взгляд, методика не очень, ну потому что мне вот, например, лень даже вот будет, мне если какие-то сайты пишут, там у меня какая-нибудь старая статья там с плагинами WordPress, например, и создатели какие-нибудь нового плагина пишут, что вот смотрите, наш плагин вот лучше, чем он тот, ну а мне просто вот жалко времени просто менять эту ссылку, и зачем мне это? Та ссылка, если ведет на работающий какой-то плагин, мне никакого смысла нет. Бывает деньги предлагают, но это уже другая тема. Я обычно отказываю, ну вот на мой взгляд метод тоже такой третий степенный. Как ты, Николай, к этому относишься? Смотри, метод хороший только в одном единственном случае, если эти страницы представляют какой-то трафиковый интерес для владельца. Ну то есть нужно пересеять вот этот список вот этих вот слабеньких вот этих сайтов, которые ссылаются, да? Нужно оставить только те, у которых эти страницы действительно приносят какую-то львиную долю трафика. Ну то есть вот так вот ими нужно писать, потому что именно они ответят, потому что для них эта страница важна. А, например, если у тебя какая-то страничка, на которую там приходит 3-4 человека всего лишь, то ты не будешь менять, потому что это надо заходить в обменку, искать, менять ссылку. Ты же прекрасно понимаешь, что это время. А ну, условно говоря, если ты свой сайт живет за счет органики этой страницы, тебе пишут действительно крутая статья, но вот ссылочка немножко не та, или битая, или нерабочая, или там мусор, мусор в этой ссылке вот есть лучше, то ты, потому что для тебя эта страница представляет ценность, ты ее исправишь. И то есть нужно поставить себя на место этих вот владельцев сайтов. То есть они не вот правильно говоришь пишут, но пишут не проверяя, допустим, вот какая самая популярная статья у тебя на странице, да? Вот легко же в Ахребсе посмотреть, что популярно, что пользоваться спросом. Ну и, конечно же, посмотреть, какие там ссылки внешние идут, и посмотреть, а может у тебя такой же материал, только лучше. В таком случае, да, писать. Но, правда, это нелогично, нужно действовать от обратного. То есть ты создал страницу, посмотрел, кто ссылается на похожий контент, допустим, там же Ахребсе нашел список, и померил трафик каждой из страниц через батч-анализ. Вот так вот уже будет правильнее. Да, согласен. Это вот другой подход совсем. Вот. А об этом не написано. Вот, и еще пункт, последний пункт, 41-й. А как рассказать людям о своем контенте? Вот ты делаешь телеграм, ты делаешь рассылки, ты делаешь кучу трюков. Скажи, что эффективнее, что лучше тебе приводит аудиторию? На мой взгляд, в разных тематиках разные платформы лучше всего в плане трафика. Если вот говорить, например, о SEO-шной тусовке в Рунете, то это, конечно, Facebook и Telegram. Какой-нибудь Twitter в плане SEO в Рунете давно умер. Там остались единицы, кто что-то публикует, и там уже даже имея тысячи подписчиков, уже старых, там никакого эффекта нет. Я по своему, например, Twitter смотрю. Но есть ребята, например, Александр Буракс, он активно занимается Twitter'ом и на других площадках особо не присутствует. Поэтому интересно его читать именно в Твиттере. То есть из-за некоторых специалистов можно Twitter не забрасывать. Но, на мой взгляд, просто публикуйте на разных самых площадках, там Facebook, ВКонтакте, там, ну, любые соцсети, LinkedIn, и смотрите, где больше реакции идет, где больше эффект, и там делайте основной акцент. По-нашему мы заметили, что хорошо до сих пор работает e-mail. Вот e-mail, база у нас все-таки обширная, собралась, мы ее постоянно чистим, рафинируем. Ну, то есть мертвых, кто не отвечает, по чему мы все чистим из e-mail рассылок. И за счет этого вот e-mail у нас не попадает в спам. Вот мы заметили, что радует. Попадает как надо, то есть и до людей получается достучаться. Из телеграма только группа, почему-то страница работает туго. Вот в группе аудитория более активная, которая, собственно, чатится, мы заметили. Но телеграм тоже работает. Ну, что многие мут-мут делают на телеграм, это правда. Подписываться на, то есть переизбыток информации, здесь вот телеграм, как говорится, вот у него есть один минус, что когда слишком много каналов, начинаешь теряться. Я в основном телеграма захожу почитать, когда у меня есть время. А пропускаю анонсы. А e-mail мне всегда напомнит про анонс какого-то мероприятия. Так что, Михаил, e-mail обязательно реально работают. Вот анонсы мероприятий, e-mail просто вообще получается достучаться до базы. Ну, собственно, у нас получился полуторачасовой урок по SEO, по гайду. На самом деле много свеженького инфы подъехало. По поводу главных мыслей, что было упущено? Хотя бы парочку давай. Что было упущено важное? Ну, то, что ты интересный момент сказал по предпоследнему пункту, что надо искать страницы с трафиком, именно которые трафик дают, это очень важное дополнение. Вот. Если да, вы хотите поменять ссылку на ссылку, тогда искать с трафиком это важное дополнение. По поводу контента очень-очень важно, чтобы вы обращали внимание, что интент важнее всего. Вот Михаил отметил, действительно, очень важно прописывать содержание. Это вот мы еще даже до начала подкаста этот момент обсудили, что вот даже тут в примере в скрине они показывают, что выводится содержание как быстрые ссылки под статьей. Многие этому не уделяют внимания, пишут просто статьи и забывают просто банально заголовочки разметить, чтобы получить вот тот самый волшебный, лишний, более привлекательный снипль. Вот. Ну и, конечно же, самое главное, чтобы я посоветовал вам, подписывайтесь на SEOшников, которые перебирают материалы, делают исследования, обсуждают какие-то интересные факты, которые обнаружат, следите за новостями, структурируйте эту информацию. Да, я понимаю, что вы можете сказать, что информации много. Вот Михаил, скажи, спасибо, информации много сейчас, правда? Да, переизбыток. Вот. Ее действительно очень много. Я, например, честно, не успеваю пересмотреть даже твои вебинары. Это действительно их много у меня уже. Большой список набежал, надо сесть пересмотреть. Вот. Но главную мысль, которую мы хотели бы вам сегодня донести, вы должны уметь фильтровать свежую информацию, которая актуальна будет на ближайшее время. Почему? Потому что какие-то, возможно, нюансы вы нагуглите. Но следить за трендами действительно важно, потому что действительно статья хорошая, она перебирает старые моменты, она направлена больше на новичков, но есть моменты, которые действительно в статье даже изложены не совсем корректно. То есть опытный СИОшник не сможет их реализовать, если их будет просто делать и читать. Вот. Вот эти моменты тоже нужно уточнять, смотреть и анализировать. Вот, кстати, по статье действительно у меня такое двоякое мнение. Я почему хотел с тобой о ней поговорить, потому что она вроде бы хорошая, но некоторые моменты нет вопроса как. Не хватает. Контент-план, например, упустили тоже. Да. Как приступать к контенту, если плана нет. Да. И бюджетирование контента. Да. Вообще ни слова. Типа, создайте бюджет на контент, потому что бюджет – это люди, которые будут его создавать. Кстати, ни слова про видео, заметь. Да, сейчас это обязательно надо. А видеоконтент просто безумно важен, потому что, например, вкладочка видео по умолчанию ведет не всегда на YouTube. Вот здесь ты видишь, YouTube иногда ведет на отдельные сайты. Если ввести, допустим, продвижение сайта во вкладочке видео, мы увидим вообще сплошные сайты. YouTube вообще там увидим только на каком-то моменте. Объясняется это просто тем, что YouTube ранжирует ролики из статей. И это важно. То есть Google ранжирует. И хорошо оптимизированное видео приносит действительно тоже свой трафик. Тоже такой вот маленький нюанс, который никто не анализирует. То есть мы проверяли вот эти моменты, и вот мы видели. То есть смотри, вот технический аудит, вот запрос, да, в YouTube ссылочка на нашу страничку технический аудит, где ролик технический аудит. То есть, собственно, вот он, единственный ролик, например, да. А, и вот в Google он выводится по этому запросу на втором месте во вкладке видео. В запросе здесь он будет ранжироваться где-то, где-то там далеко внизу. Или даже не внизу, нет, внизу, внизу. Это сейчас Россия у меня, по-моему, стоит по Гео. Но по YouTube, вот по вкладке видео люди гуглят и переходят реально на ролик. Вот это мы действительно обращали на это внимание, что важно знать, что видео тоже ранжируется. Кстати, ни слова не было про Google покупки. Я понимаю, что не все же сайты интернет-магазины, но про покупки почему-то не было сказано ни слова. Это кладезь трафика на самом деле в бурже. Да. Вот. Ну и давай тогда, собственно, последнее слово даю тебе. И, собственно, что ты скажешь по этой статье в целом? Ну, в целом, чек-лист от Ahrefs очень классный. Он покрывает большинство проблемных моментов при создании и продвижении сайта. Но всегда при любом чек-листе думайте еще самостоятельно, что-то добавляйте, какие-то подвергайте пункты сомнению. Как вот я говорил, некоторые пункты по линкбилдингу, например, добычи ссылок, когда там люди ссылаются на более слабые странички, не такие интересные, как у вас, то в большинстве случаев по опыту могу сказать, что никто не будет менять ссылки на ваши сайты. Поэтому надо это учитывать. Ну и все постигается на практике. Практикуйте разные методы продвижения, делайте эксперименты, АБ-тесты, и в итоге будете знать, что сейчас работает в SEO, а что нет. Отличный действительно вывод. И, ребята, подписывайтесь на соцсети Михаила, на, конечно же, наши соцсети. Не забывайте, что у нас выходят классные уроки, классные вебинары. И мы делаем этот контент для того, чтобы, а, интернет становился лучше, б, нам было легче вас продвигать. На самом деле, собственно, все, мы стараемся для того, чтобы и нам было лучше, и вам. Всем спасибо, ребята, и до новых встреч.